Здравствуйте, друзья! Сегодня почитаем заметку Андрея Юрьевича Школьникова «Стратегия фининтерна 2027-2035 годы. Раздел «Геостратегия». До 2027 года в мире будет сохраняться иллюзия и надежда на возможность удержания единого пространства. Для фининтерна, кластера транснациональных корпораций, различия между глобальным и многополярным миром значимы, но оба варианта являются допустимыми. В период 2027-2030 годов, по мере распада, принятия невозможности сохранности связанности и приближающегося прихода мира панрегионов, риски и проблемы будут нарастать. Для выживания кластеру транснациональных корпораций нужно будет не столько удерживать активы и влияние, сколько закладывать фундамент на будущее поверх всех сценариев. Важной особенностью сетевых структур или держав является способность к масштабированию, возможность и готовность быстро отрезать, отбросить отдельное направление, чтобы спасти центр ядро. Прям как ящерица, да? Хвост отбросил. При сохранении надежды на возрождение влияния отдельные части пускаются в свободное автономное плавание в надежде на максимальную сохранность и последующую обратную интеграцию. Смысловая связанность и единство сетевых держав позволяет временно сохранять единство мыслей и действий, а личные обязательства гарантируют лояльность. Мир начинает меняться. Транснациональные корпорации будут переписывать активы на проверенных, надежных и доверенных сотрудников слуг. Условные масонские лужи и подобные им сетевые структуры демонстративно уйдут в свободное плавание, декларируя патриотические лозунги. Фининтерн перестанет давать указания своим дочерним структурам в отдельных странах, полагаясь на их самосознание и правильное понимание. Правильное понимание здесь в кавычках. Воспитанные в нужном ключе и за долгие годы ставшие носителями чуждых ценностей, корпоративной идеологии и наднациональных подходов, отобранные туземцы не нуждаются в контроле и курировании. Они еще долго не посмеют выйти за флажки. Излишне говорить, что подобные продажи активов должны изучаться очень внимательно. Номинальные владельцы сталкиваются с суровой действительностью и ответственностью, после чего начинают работать в интересах Родины. Ключевые люди, оставшиеся автономных частей транснациональных корпораций и сетевых структур должны вербоваться или зачищаться, освобождаясь от влияния внешней злой воли, а активы подвергаться скрытой национализации. Важнейшим долгосрочным приоритетом для фининтерна будет сохранение, расширение и качественное развитие инфраструктуры для возвращения влияния. В приоритете космические информационные технологии Starlink, ее развитие аналоги и инструменты борьбы, которые позволят использовать мягкие, скрытые, непрямые варианты управления по всему миру. Это власть информации, авторитета и эталона кумира. Данные технологии – научные разработки, производственные мощности, оборудования, специалисты, управленцы и т.д. должны быть выведены из-под удара в первую очередь. Для чего будет сформировано представление об их независимости, фронде и враждебности к кластеру транснациональных корпораций. Подобное было сделано российским государством в отношении Телеграма, когда Роскомнадзор героически боролся, выставляя себя клоуном. Приготовления идут вовсю. К 2027-2030 годам микроэлектроника, IT, космос и смежные отрасли будут выведены, рассредоточены и продублированы в разных уголках мира, чтобы на случай уничтожения любого элемента производственной цепи ее аналог был в другом панрегионе. Рассредоточение будет делаться осмысленно. Ни один панрегион не должен иметь весь технологический цикл. Параллельно с этим, начиная с 2027 года, кластер транснациональных корпораций будет создавать иллюзию своей слабости и ухода. После 2030 года он полностью исчезнет. Словно сдался без боя, центр ядро перейдет на скрытые механизмы управления, подобно банкирско-ростовщическим семьям иудейского проекта. Все, кто не сможет перейти в формат скрытого влияния, будут выброшены, оставлены на растерзание врагам. Штаб-квартиры транснациональных корпораций демонстративно закроют, или они начнут заниматься проектами исключительно в национальных границах. Особенно крупные корпорации будут разделенные на множество якобы независимых организаций, что создают картинку конкуренции между собой и борьбы за национальные интересы. В рамках одного поколения воспитанные на одинаковых традициях, методах, подходах, ценностях управленцы будут действовать, словно все еще входят в состав транснациональной корпорации. Подобное положение дел будет сохраняться до ближайшей смены поколения руководителей, а это 15-20 лет, после чего изолированные части системы начнут жить своей жизнью, пропитываясь национальным духом и приспосабливаясь к окружающей среде, отвыкая от наднациональных принципов и интересов. К 2035 году в мире мало что будет напоминать о присутствии финэнтерна, а ищущих его следы влияния станут клеймить конспирологами. После исчезновения пристального внимания эта сетевая держава начнет активно собирать свои части, что остались верны и независимы от воли государства. Для возвращения контроля совсем не нужно назначать своих руководителей, оперативный уровень так и останется на номинальных владельцах, а фактически полностью вернется к внешним силам. В настоящее время финэнтерн должен вовсю работать над формированием распределенного условного основания по Айзеку Азимову, сохраняющего технологические и ключевые производства. Многие либералы-глобалисты перейдут в положение спящих агентов влияния, важнейшей целью которых будет саботаж изменений в образовании и других проявлениях с общественной сферы. Накопленные мировые долги или активы будут списаны, такими темпами даже лондонские сети могут списать в утиль. И да, Илон Маск и ему подобные только начали работать на образ принципиальных противников финэнтерна, нейтралов, стоящих над любыми схватками. Впереди нас ждут настоящие представления и постановки в исполнении этих артистов. Спасибо, что дослушали до конца. Пишите ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего. Спасибо. Спасибо.